Наталья Гаврилитса не прошла. Парламент Молдова отклонил ее кандидатуру на должность премьер-министра страны. Ни один из депутатов не высказался за. Чего хотели, того и добились, заявила поздравив претендентку на кресло главы Кабмина, председатель парламента Зинаида Гречаны. Наталья Гаврилитса представила сегодня депутатам состав и программу своего правительства. Перед заседанием парламента претендентка на кресло главы Кабмина заявила, что вместе со своей командой они пришли сделать твердый шаг к досрочным парламентским выборам. Мы пришли сюда с сильной программой, с очень сильной командой, с антикоррупционной программой, с программой поддержки граждан. Мы пришли, чтобы сделать твердый шаг навстречу досрочным выборам. Депутаты от группы за Молдовой фракции партии Шор покинули зал пленарных заседаний до того, как кандидат в премьеры начала свое выступление. Вы представляете нам фальшивую повестку дня. Это дешевое шоу. Мы, депутаты от пентру Молдовой фракции партии Шор, с самого начала говорим, что не будем свидетелями этого цирка без скусицы. Между тем, в своем выступлении Наталья Гаврилица подвергла жесткой критике нынешний парламент, заявив, что он должен быть распущен, поскольку не представляет воли и заявления народа. У нас парламент с нарушенными договоренностями во имя продолжения коррупционных схем. У нас парламент депутатов, которого похищают и везут в багажнике машины, чтобы голосовать так, как хочет президент. У нас парламент, депутаты которого трижды меняли партию и каждый раз оставались у власти. Дорогие граждане, то, что сейчас передо мной в этом зале, давно не представляет волю народа. Представив программу деятельности Кабмина и команду министров, кандидат в премьер ответила на вопросы депутатов. ППДП и ДПМ, которые ранее заявляли, что не будут голосовать за правительство Гаврилицын, поскольку ратуют за досрочные парламентские выборы, заявили, что в серии вопросов и ответов участвовать тоже не намерены. Платформа, да, участвует в этом абсурде только из уважения к институту правительства и институту парламента. Мы здесь из уважения гражданам, поэтому мы не будем задавать никаких вопросов. Я призываю всех коллег, если есть уважение гражданам, положить конец этому спектаклю. Фракция ДПМ больше не будет задавать вопросов. Социалисты назвали программу правления Гаврилицы популистской, а желающие добиться досрочных выборов, не голосуя дважды за Кабмин, пояснили свою позицию. Зачем давать эти пустые обещания, если знаешь, что за тебя все равно не проголосуют? Это предвыборная платформа. За правительство это, конечно, голосовать нельзя, потому что это правительство можно сформировать одной простой фразой в условиях того грязного шлейфа, что оно есть. Братва рвется к власти обратно. Мы очень четко заявили, что хотим досрочных выборов, и некоторые сказали то же самое, но сегодня мы стали свидетелями иных действий, которые они предприняли. Мы последовательны в своем желании добиться досрочных выборов. Почему? Потому что хотим убрать из парламента политический ОПГ. В нормальных условиях вы бы получили наши голоса, но в ситуации, когда нет никакого стремления взять на себя ответственное заправление по запросу кандидата, выдвинутой на пост премьер-министра. Мы не поддержим правительство Гаврилица. Мы должны провести еще одну битву и очистить парламент от всего этого балласта. Наталье Гаврилица 43 года. Она окончила юрфак в Молдавском госуниверситете и Гарвардский институт государственного управления имени Джона Кеннеди. В течение трех лет работала в Лондоне экономиста в Глобальном фонде инноваций. Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования, когда Майя Санду занимала пост министра. Была также министром финансов в правительстве Санду на протяжении пяти месяцев 2019 года.